так друзья всем доброго времени суток давно мы с вами не виделись давно ничего не снимал куча дел под накопилось в общем что я вам хотел рассказать да я купил себе четырехколесный мопед это шкода филиция старенькая машинка но очень хорошем состоянии оформим конечно же на себя вот как и что потом расскажу сейчас я хотел бы поделиться информацией и ответить на вопрос часто задаваемый последнее время заканчивается виза там или нет визы хочу работать на бусе возможно ли это я вам скажу да возможно ну давайте по порядку для тех у кого заканчивается виза те кто там мы говорят что визу можно продлить и она продлевается это все вранье визы не продлевается для нас для водителей до конца года можно ездить по биометрии без визы также ребятам которые хотят попробовать себя в бусажной сфере тоже можете быть устроиться на работу без визы все что вам нужно это загран паспорт биометрический водительское удостоверение европейского опроса и умова операции все и можете работать что по поводу того как быть дальше после так скажем конца года то время когда вы устроитесь на бус будете ездить уже там работать можете заняться картой по быту там тоже внесены некоторые коррективы изменения если раньше карта была привязана к работодателю так к тому кто вам делаю то на сегодняшний день она не имеет никакой привязки вообще если вы где-то меняете работу вы идете в ужон в прате и там вот просто-напросто я точно конечно не знаю либо пишите заявление либо вкусной форме можно сказать что вот я поменяю работу я перехожу на новую работу далее что по поводу меня да я купил автомобиль больше он стоил там сущие копейки под на наши 7000 гривен то есть тысячу золотых повелся на то что смотрел на машину вот кстати вот ее внешний вид не к чему придраться реально не к чему я-то думаю в чем подвох что с ней не так по технике все супер по внешнему виду все супер все работает электрика работа ну короче все же нормально сейчас площадку поедем оказывается страховка оставался один месяц и техосмотра оставался одна неделя а это все не дешевое удовольствие поехал делать страховку страховку мне в одном месте назвали 800 злотых в другом месте мне назвали 1200 злотых и в третьем месте псу я нашел страховку такую же страховку я делал себе при выезде с украины когда открывал визу со всеми шкафными санкциями потому что я просрочил страховку на два дня она мне вышла в 760 злотых то я в одном месте я проходил не прошел его мне сказали поменять одну заднюю трубку тормозную эту метку потом поехал сюда к себе в жадань где я живу и так думаю пролезет или не пролезет заехал на техосмотр он узнал что я с украины там похихикали похохакали и говорит в общем выезжай на парковку жди я тебе сейчас вынесу документы и вуаля я прошел техосмотр все отлично теперь мне осталось только поехать в уржонт и забрать свой постоянный техпаспорт потому что сейчас я езжу на время там также я обзавелся квартирой в польше и так сейчас я вам покажу где же я живу погнали рум тур по моей квартире тут немножко бардак поэтому не прошу не обращать внимание потому что я недавно приехал и опять же сегодня уже уезжаю и ну в общем бардак у меня здесь погнали смотреть огромное зеркало ну я и зеркала это неотъемлемая часть прихожая здесь сплю я и моя строительница вот такая вот кухонька есть все необходимое холодильник духовка плита посудомоечная машинка ну куча шкафчиков это так учат польский язык в этом доме все свои магнитики со всех стран где побывал и не успел понавесывать но это все в процессе также есть огромная гардеробная комната просто огроменская если это все убрать здесь можно сделать еще одну полноценную комнату в общем здесь все шмотки валяются ну и соответственно санузел душ большой я люблю такие души просто обожаю и куда же без огромного зеркала любого со собой любимым ну все такое стильненькое современненькое из наворотов это просто изюменько этого дома еще не успел купить телевизор здесь был с ней огромная 65 классма может быть даже соника четвертая вот есть у меня вот такая штучка это управление теплым полом управление вентиляцией дома и кондиционированием очень удобная кстати вещь также мне очень нравится в этом доме свет вот такая вот комнатка небольшая ну в общем вот ну и конечно же вид из окна вид из окна здесь просто бомба вообще бомба ракета скажите и что мне нравится все в белом и черном цвете вообще я прям тащусь с этого ну что друзья вот вы побывали у меня в гостях на этом я буду с вами прощаться спасибо что заглянули и пока пока до свидания соответственно вы спросите зачем тебе квартира если ты постоянно в дороге по полгода не съезжая в польшу теперь специфика моей работы меняется у меня будет пяти днев на выходные я буду приезжать в польшу по деньгам это выходит то же самое но теперь у меня выходные будут только в польшу соответственно есть жертвы том плане что я теперь не буду ездить всякие острова португалия все такое но я поработаю определенное время потом возьму себе отпуск и поеду на этой машине посмотрим может быть съезжу на ибицу может быть посмотрим в общем не будем сейчас загадывать по поводу америки многих тоже этот вопрос волновался то с америкой многие думают что я уже в америке но нет друзья я не в америке америка отменяется потому что у меня украине в одессе мама америка это билет в один конец вес вам уже это говорил неоднократно и я не могу уехать без нее она в америку не хочет максимум что ей понравилось куда бы она поехала это португалия и испания ну скорее испания чем португалия ну возможно когда война закончится позакрываем вопросы продам там недвижимость в украине и перевезу я в испанию в польше в принципе мне нравится это скептически изначально относился сейчас более-менее присматриваюсь и нормально по поводу работы пока на тир я не собираюсь я не хочу я не пойду на него я уже говорил меня вполне устраивают и вкусы но что будет дальше будем посмотреть пока вот вот так вот принципе все вам рассказал сейчас где-то стану покажу вам мой четырехколесный мопед зацените и вы скажете женя ты сам топил за мерседесы да я и продолжаю любить мерседесы но я живу в шагане работаю в шарах и мне надо как-то туда добираться а туда ехать 26 километров на автобусах туда ехать я не буду потому что автобусы здесь ходят по расписанию и часто это расписание не совпадает с моими потребностями так скажем поэтому нужен был хоть какой-нибудь транспорт и брать дорогую машину я не вижу смысла она мне нужна там буквально по выходным да там в магазин съездить город съездить от михи в гости миха это мой коллега это тот самый подписчик который пригласил меня на эту фирму они живут с женой в жарах я живу жадане кстати кто будет в жадане пишите здесь я буду здесь встречу с вами с радостью попил кофе и где-то покажу вам свои любимые места теперь в этом городе что еще добавить видео я снимать буду я вам покажу специфику своей работы по-новому где я буду ездить что я буду возить как моя работа в принципе будет теперь происходить ладно сейчас где-то подъедем где-то станем покажу своего железного коня погнали вот такой вот друзья самоход я преобладил это шкода филиция рестайлинговая модель их выпускали там с тремя двигателями это бензиновый 1.3 это шкодовский двигатель 1.6 это двигатель volkswagen golf 3 и 1.9 дизель от чего он я не знаю по моему тоже чисто шкодовский двигатель от фабии по моему следующая модель этой машины так и называлась skoda fabio машина в принципе в очень хорошем состоянии за исключением там левого крыла снизу и вот этого значка все это все можно заказать на allegro этот значок то крыло его принципе можно зачистить и покрасить но я не хочу этим заниматься только автомобиль не новый есть куча разборок и я думаю найти крыло просто в цвет и поставить его она в принципе стоит копейки так как эта машина в обслуживании стоит копейки сильно по карману она не ударит почему я взял именно такую машину первое экономичная второе дешевая в обслуживании третье она маленькая до в город приезжаешь ты везде можешь поместиться на ней давайте вам покажу ее внутри пойти сначала обойдем ее снаружи вот как можете видеть с автомобилем все в порядке никаких косячков по нему нету как я говорил за исключением переднего левого крыла вот здесь вот внизу и вот здесь вот над бампером она мне не очень нравится но так в принципе состояние машины реально очень хорошее вот так вот он выглядит изнутри ничего необычного весла вместо стерноподъемников данная модель очень редкая комплектация когда были стерноподъемники такой чистенький салон немножко на ковриках грязные не успел по убирать огромный бардачок снизу нету бардачка штатные динамики за исключением задних двух вот так вот сзади это все выглядит крепление уже под камеру все как надо самый простой автомобиль можно знаете как назвать это чешская девятка вот для того чтобы катать свою жопу я думаю мне вполне этого хватит понтоваться здесь нет перед кем здесь особо никто на вашу машину не смотрит кстати вот так я ее оформлял на себя давайте вам расскажу по техпаспорту у я уже владелец даже по временному и также есть новая страховка есть новый техосмотр когда вы покупаете автомобиль первую очередь смотрите техосмотр и обеспечением это страховка первую очередь это смотрите эти документы после этого вы можете сказать хозяину автомобиля есть это конечно не перекуп потому что перекупы обычно они пойдут на этом сразу говорите поехали на любую автостанцию и там поднимем машину посмотрим что как и где соответственно из этого вы уже будете торговаться в принципе не для кого это не новость но покупка автомобиля например в украине немножко отличается чем здесь у нас как внешне посмотрел не ржавая чистая не бита не крашена все нормально едет ничего не гремит уровень масла нормальный масло красиво выглядит все жидкостя наполнены все супер тормоза есть все супер берем здесь это видите чуть иначе после вы едете в уржонт с договором купли-продажи берете техпаспорт техосмотр номерные знаки заходите там сразу будет как в этом мрео много окошек в ряд подходите к любому окну там либо же вас позовут если там будет очередь даете номера и сдаете все документы от автомобиля еще у вас обязательно должна быть прописка вот без этого вы не поставите автомобиль на учет когда вы все это сдали все документы вам выдаются бланк где вы заполняете название автомобиля вместо вашей прописки вин код автомобиля цвет автомобиля и еще вас спрашивают вы будете менять номерные знаки либо не будете если вы не будете над менять наверное знаки то это переоформление вам станет в вроде бы 100 злотых да вроде бы так если вы меняете номерные знаки вот я лично менял то это становится 180 злотых по моему 80 злотых за номерные знаки либо же наоборот точно не помню в общем 180 злотых я заплатил мне выдали новые номерные знаки и мне выдали временный тех паспорт на 25 дней при этом у меня забрали старый тех осмотра потому что он подходил уже к концу ему там оставалось пять дней ну а страховка она в принципе нафиг не надо страховки там оставался месяц после чего мне сказали сделать новое это о обеспечение то есть страховку и приехать через 25 дней забрать технический паспорт автомобиля я сегодня уезжаю снова на работу вечером когда я приеду следующий раз проеду и заберу свой постоянный тех паспорт и эпопея с автомобилем закончилась сейчас мы с вами проедемся я вам покажу немножко город в котором я живу город жагань и я с вами прощаюсь подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии все до новых встреч новых видео пока пока едем тулем в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok